Добрый день, друзья мои зрители! С вами доктор Константин. Сегодня тема лекции Верокосовича актуальная. Обмороки. Обмороки начинаются внезапно и сразу же непродолжительно. Может быть минут, а может быть даже меньше, чем минут. Секунд 15-20. Некоторые люди падают в обморок и до 3, а до 3, до 5 минут. Некоторые до 7. Не нужно выводить из этого состояния. Ну, вы знаете, мы читаем лекции согласно восточной медицине. Пожалуйста, будьте внимательны, что мы говорим. Если человек частенько настигает обмороки, либо он падает в обморок, его это пугает и ближних его, то, пожалуйста, диагностика 12-ти меридианов вам в помощь. Почему? Традиционно мы скажем, потому что меридиан тройного обогревателя контролирует головной мозг гепаталамус-таламус. Меридиан сердца контролирует головной мозг. Меридиан печень соединяет правую и левую полушарию головного мозга соединяет воедино. Вот если вы это узнаете, можете знать, что это будет прекрасный вам ответ, откуда берется обморок. Это меридиан мочевого пузыря. Меридиан желчного пузыря. Меридиан тонкого кишечника, который контролирует головной мозг. Пожалуйста. Уже 6 меридианов мы назвали. Меридиан желудка 7-й меридиан. Так в каком состоянии эти меридианы? Вот многие люди не знают, которые люди, которых настигают обморок. Вот представьте эти меридианы все слабые, вялые, они не работают. Нет энергии. Скажите, такой работник нужен? Такого выгонят работника. Ему никто за рабную плату платить не будет. А у нас же нет. Люди терпят этих работников, которые не что не делают свою работу. Поэтому диагностик 12 меридианов, уважаемый зритель, вам в помощь при всеразличных проявлениях обмороков. Ну, конечно, обмороки, повторимся, это потеря сознания. Частенько западная медицина, нам говорят, это нарушение мозгового кровообращения. Отчасти они правы. Почему? Потому что, представьте себе, энергетика не доходит. Энергетика должна выполнять свои функции. Здесь зашла, проработала, здесь передала энергетику другому меридиану. Здесь отчасти одна энергетика пошла в головной мозг, поделился с другими меридианами, то есть выполняет свою функцию. Вот представьте себе, нет здесь этой энергии. Энергия не может подняться дальше плечевого пояса. У человека начинаются проблемы с седьмым позвонком, с внутренними органами и с головным мозгом. Это мы только один меридиан показали. Если мы возьмем меридиан печени, который соединяет правое и левое полушарие, представьте себе меридиан печени. И, конечно же, если там энергетики нет, то о каком нормальном мозговом кровообращении может идти речь. Потому здесь западную медицину мы похвалим, скажем, да, они правы. И нужно прислушиваться к западной медицине. Нарушение ритма сердца. Здесь сразу мы отвечаем. Сердце, кто внимательно слушает наши лекции, пожалуйста, смотрите, что контролирует, либо как простирается меридиан сердца, особенно внутренний канал, вы увидите, что он контролирует головной мозг. Вот вам сразу нарушение меридиана сердца, органа сердца, сказывается на головном мозге. Это кислородное голодание. Человек неправильно дышит. Учитесь правильно дышать. И тогда потеря сознания будет обходить вас стороной. Ну и частенько, говорят, на малокровие. Здесь нужно работать не только, скажем так, с меридианом тонкого кишечника, который обновляет кровь через водичку. Потому побольше живой водички. И не только. И старайтесь свою поджелудочную железу содержать в норме. Самый капризный орган. Итак, что же делать? При слабости вялости данного меридиана, данная точка активизируется, дабы дать энергию через нее этому меридиану. Если показывают диагностики 12 меридианов. Если нет, то как точкой скорой помощи вы тонизируете данную точку. А при воспаленности данного меридиана, когда энергия кипит, она вот здесь вот собралась и должна, скажем так, негативно повлиять на головной мозг. Вследствие чего выйдет через другие точки. Но через потерю. Поэтому данная точка седатируется, расслабляется, успокаивается. Спасибо за внимание.